Можно ли провести процедуру с применением плазмопена для омоложения кожи безопасно для клиентов? Или вас, мастеров татуажа, ждут какие-то подводные камни, о которых вы не подозреваете? Это второе видео с нашим гостем Анной Савченко. Первое видео о BB Glow вы можете посмотреть, перейдя по ссылке вот здесь. Сегодня мы поговорим о плазмопене. Как я вообще о нем узнала? Прошла череда клиентов, у которых были странные точки на лице. Вот в районе под глазами, у одной была вся шея, в таких ожогах, заживающих разного размера. Я видела разной глубины эти ямки были. Я спрашиваю, что это? Она говорит, это меня омолодили. Мой мастер, который делал мне, не знаю, брови, предложил сделать вот эту процедуру. Убрать мне морщины, убрать второй подбородок. Просто я видела вот так вот выжжена вся кожа. И у меня вопрос, что это? Зачем это? Может ли это делать мастер без медицинского образования? Опять это процедура, куда ломанулись многие мастера перманентного макияжа. Я хочу сказать, что даже мастер с медицинским образованием, даже доктор, лучше не надо делать эту процедуру. Это, ну скажем так, одна из серий калечащих процедур, которые заявляют некий омолаживающий эффект. То есть это процедура, которая несет достаточно серьезные негативные последствия для пациента. В чем смысл? Это что-то по типу электрокоагулятора. То есть ручка, которая наносит микроповреждения в кожу с целью, скажем так, в принципе посыл понятен. То есть цель этой истории, мы наносим повреждения, получается, скажем так, точка коагуляции, она схлопывается, кожа регенерирует и вот такое омоложение. По этому принципу работают многие фракционные лазеры. Но в чем особенность? У фракционного лазера, каждая его, скажем так, вспышка, там все невероятно точно высчитано. То есть и уровень, и глубина, и температура прогрева, и расстояние между этими точками. И доктор это все дело регулирует. И есть лазеры, которые не очень хорошие, есть которые прям очень крутые. То есть даже у не очень хорошего лазера это все максимально точно и четко высчитано. Когда вы берете эту ручку и наносите повреждения, вы делаете шаг, 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 шаг. Как вы можете до миллиметра рассчитать, что расстояние между первой точкой коагуляции, второй и третьей будет одинаковое? Как вы можете понять, что вы каждый раз на одной и той же глубине? В лазерах даже есть такое понятие, как зона термической релаксации. То есть там очень четко отслеживается, вот вокруг каждой точки коагуляции, куда бьет лазерный луч, вот эта вот зона, где дерма греется, она между двумя точками никогда не должна пересекаться, потому что это приведет к негативным последствиям. Я прерву, я видела их слитые по нескольку рядом, то есть прям сплошная такая ранка. Вот, то есть вот эта вот зона термической релаксации кожи, она никогда в жизни не должна пересекаться. И даже у самого простого лазера, это все равно, эти параметры, они очень сильно учтены. Плюс, когда мы работаем СО2 лазером, к примеру, то есть мы каждый раз, когда выносим это повреждение, есть вот это вот, то, что обуглилось, оно должно очень тщательно из этой ямочки, микро ямочки, вычищаться, так скажем, каким образом на дермопене это делается. То есть СО2 лазер поглощает воду, то есть он вот эту вот всю историю самостоятельно убирает. Есть еще эрбиевые лазеры, да, там как бы все тоже достаточно высокотехнологично. А это просто, ну, я лично считаю, что это как вот резьба по дереву. Раскалюра в гвоздь. Да, ну, примерно. Окей, есть еще такое понятие, как игольчатый РФ. Там тоже электрическим током повреждается дерма, эпидермис вместе с дермой, для того, чтобы получить вот этот тот же самый эффект лазерной шлифовки, так называемой. Но, опять же, это аппараты достаточно высокого уровня. Каждая точка коагуляции находится на своем расстоянии, со своей глубиной, со своей температурой и прочим, 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 прочим. Это не человек ставит вот каждую точечку, да, 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 а это все делается, ну, как бы, эти машины стоят от, ну, плохая, там, 2 миллиона, очень хорошая, 10 миллионов рублей. Мне кажется, просто вы, косметологи, не хотите отдавать монополию на омоложение бедным мастерам татуажа. Окей. Во-первых, это процедура врачебная, то есть только человек с высшим медицинским образованием имеет право выполнять процедуры лазерной шлифовки. Это первый момент. Конечно, мы не хотим, мы для этого слишком долго учимся, но это ладно. Второй момент. Я лично считаю, что вот эта вся история с плазмопеном, это просто, ну, окей, допустим, пусть это будет даже доктор в кабинете. У него нет денег купить себе CO2 лазер. Он не хочет отдавать своего пациента на шлифовку, там, рубцов, пор, прочего, 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 в клинику, которая может себе позволить купить дорогостоящее оборудование. Поэтому он идет, покупает эту ручку за... За копейки. 6 тысяч рублей и начинает вот это вот издевательство. Что мы наблюдаем после этой процедуры? То есть, опять же, вот я сравниваю с CO2-шниками, потому что я с ними работаю. После CO2 у нас хороший такой отек, корочка. Это все занимает, ну, вся реабилитация занимает неделю примерно. Мы не достигаем там никогда кровяной росы, потому что CO2 сразу сосуды коагулируют. Эрби нет, но, как бы, там свои особенности. После плазмопена отек я лично, к сожалению, не видела, но, скажем так, мы обсуждали на коллегиальном форуме историю, вернее, докладывали клинический случай. Реабилитация у женщины заняла где-то полгода после процедуры на веках. Верхняя, нижняя века и вот межбровные морщинки. Стоила очень дорого, потому что нужно было восстанавливать дерму. Соответственно, как бы, человек, причем этот пациент, она была самодоктором. И она не получила никакого эффекта, естественно, омоложения, а получила, ну, серьезные проблемы себе. Конечно, мы с Аней обсуждали эти темы во время косметологических процедур. Мы постоянно общаемся. И более того, она мне отказала в процедуре CO2. Сказала, что моя кожа слишком тонкая для нее. Я точно знаю, что люди с плазмопеном не отказывают никому. Потому что я видела старушку с такой сухой кожей, с такими этими ранами ужасными. Короче, не экологично, а и твое резюме. Вопрос к старушке. То есть у старушки уровень, потенциал регенерации у кожи какой? Никакого совершенно, да? Ну, то есть это... Она же не знает об этом. Ну да, она не знает. То есть эта процедура, опять-таки, я считаю, она относится к разряду процедур калечащих. Если рискнуть и начать проводить эти процедуры, то можно поиметь на свою голову очень серьезные нежелательные явления и осложнения. Вы потом будете выплачивать своим пациентам колоссальные деньги за реабилитацию. Ну, я думаю, что... А какие именно осложнения? Рубцы? Рубцы? Келоиды? Ну, нет, ну, келоиды, это как бы, скажем так, реже, наверное. Отеки долгосрочные, рубцы, атрофические. То есть если мы получаем атрофический рубец, это самое плохое осложнение в косметологии. Потому что дырка, если есть, ты уже с ней ничего не сделаешь. То есть это вот все на этом. Ну и резюмируем. Я видела это некачественная, некрасивая процедура, которую я не сделала тех клиентов, которых я видела, не красивее, не моложе. Только обогатила их кожу рубцами. Аня подтвердила с точки зрения медицины это. И если вы собирались это делать, начать, или, может быть, обучились и уже практиковали, пока не видели заживших своих работ, то, ну и вон нафиг, девчонки, если вы хотите быть экологичными и заботиться о своих клиентов, прекращайте это делать. Занимайтесь татуажем, а косметологию оставьте профессионалам. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, чтобы многие другие люди, в том числе и клиенты, увидели это видео. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. Продолжение следует...